Всем привет, с вами как всегда Дезертир, и я хочу предупредить вас заранее, тем кто не хочет спойлеров по Диабло это видео далее лучше не смотреть. Но если у вас вдруг не получается пройти какого-то из боссов, то это видео как раз для вас. Ну что ж, поехали. В данном видео я хочу рассказать небольшую тактику на каждого из боссов. И начнем мы конечно же с первого, коим является Урзаэль. Босс имеет две стадии. В первой стадии босс начинает нас атаковать из своей пушки и периодически обрушать на нас потолок. В принципе уклониться просто и можно не получить фактически никакого урона. Иногда может конечно достаться если он будет на вас прыгать. Соответственно держитесь подальше. Как только мы доведем босса до 60% его здоровья, он решит нас застанить и перейдет во вторую стадию. Во второй стадии нас ждет немного усложненные моменты, ибо он решит теперь воспламенить все вокруг нас, сбрасывать крышу чаще, плюс он будет пылять в нас огнем и чаще стрелять из пушки. И не забывайте он будет также прыгать. От этого уклониться в принципе тоже легко. Продолжение следует... Ну что ж, первую тактику я вам рассказал и показал как это делал я лично на видео. Далее нас ждет следующий босс. И как несложно догадаться, этот босс Адрия. В чем же проблема с этим боссом? Она тоже имеет несколько стадий. Первый, она нас просто атакует. Иногда вызывая специфические лужи, в которых лучше не стоять если у вас нету амулета против темной магии. Если же он у вас есть, то вам очень повезло. И в этих лужах вы можете восполнять свое хп. Впрочем, их можно легко избежать, просто не ступая туда. Далее идет вторая фаза. В ней она начинает распылять по всей комнате кровь. Точнее, маленьких, ненужных, непонятных червей или личинок. Каждая такая личинка при соприкосновении с вами взрывается. На месте взрыва появляется лужа, и вы получаете урон. Собственно, далее тактика еще проще. Вы просто не попадаете в лужи, ни в какие лужи. И убиваете Адрию. Все просто. Собственно, последний босс, самый веселый. Почему веселый? Потому что он единственный, кто может доставить довольно большие проблемы, если не знать, как и чего с ним делать. Ну что ж, я расскажу вам. Начать стоит с того, что босс будет постоянно разгаживать рядом с собой облака тумана. Они будут крутиться и перемещаться, как правило, за вами и в вашу сторону. Старайтесь уклоняться от них, иначе вы получите довольно большой урон. Помимо тумана, он будет использовать своеобразный щит, который не даст вам нанести ему урону, и при этом он будет отражать все входящие в него заклинания, также нанося урон вам, если вы находитесь внутри этого щита. Данный босс имеет три фазы. В первой фазе он будет рассылать на вас голубые снаряды. Старайтесь уклоняться, иначе вы получите большой урон. Как только вы снимете порядка 20% его здоровья, он перейдет ко второй фазе. Здесь вам стоит опасаться в основном черепов, которые будут крутиться по кругу и сближаться к центру, поэтому советую стоять на самом краю, как делал я и показано на видео. Помимо черепов, он иногда призывает своих помощников. С ними рядом лучше не стоять, они бьют очень сильно молнией, и упомниться от этого, как правило, нельзя. Могу тебе и нет. Тебе нечего спасать. Помоги мне! Смерть избавит тебя от мучений. Смерть избавит тебя от мучений. Когда вы снимете боссу примерно 55% здоровья, вы наконец-то достигнете третьей фазы, коей является самое сложное. В этой фазе босс будет нещадно спамить облака. Их будет очень много. Помимо облаков, он будет также использовать свой щит и еще два новых умения. Первое и второе он будет использовать из центра. Смотрите внимательно за тем, как расположен босс, это очень вам поможет. Первое умение это раскидывание шести шаров почти по кругу. Есть всего одно место, где можно спастись. Как правило, это за спиной босса. У вас есть два варианта, как определить, где безопасное место. Первое, это посмотреть на самого босса, как делал я, или смотреть на то, в какую сторону разлетаются шары. Далее, второе умение и более опасное. Оно отнимает, если не все, то почти все здоровье. Вкупе с облаками и шарами, которые вы летали до этого, у вас большие проблемы, если вы попадете под это умение. Делает он примерно то же самое, что и с шарами, только на этот раз используя скилл охотника на демона. Круговая стрельба. По сути, дальше в основном ваша задача выжить. Не попадать в облака и следить за тем, как расположен босс. Остальное, дело техники. Может повезти, а может и нет. Смерть забирает всю. Пока не получится. Твоё время вышло. Не фальняно. Погнали мне. Нужно подождать. В конце концов, смерть приходит каждому. Смерть забирает всю. Смерть забирает всю. Твоё время вышло. Не фальняно. Удачи в прохождении. С вами был, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилось моё видео. Пока-пока. Ты подождал меня, правда? Пока-пока. 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 Пока-пока.